Екатерина Осипова воюет с собственным домом уже 25 лет. Начиналось все с маленького мокрого пятна на ее последнем этаже. Дальше хуже. В подъезде дома 153 по улице Молодогвардейская одна из стен насквозь пропитана водой. Конденсат из влажного подвала скапливается и поднимается наверх, считает женщина. Мы сейчас стоим на улице, вот из этого отверстия идет пар. Это вытяжка из подвала. Чувствуете запах неприятный? И выход этого пара говорит о том, что в подвале вода, прорыв очередной. Прорыв у нас бывает 2-3 раза в неделю, поэтому вода туда практически не уходит. Промокшая стена дома того и глядя обрушится, жалуется Екатерина Павловна. Трубы настолько ржавые и старые, что порывы происходят через два дня на третий. Вот и мы застали, как слесари приехали ликвидировать очередной порыв. В программе капитального ремонта дом поставлен на 2016 год. Только ремонтировать почему-то собираются фасад. Нашему дому ремонт фасада никак не требуется, потому что его делали совершенно недавно. Но дело в том, что если сделаешь ремонт фасада, дом просто провалится. Фасад останется, а дома не будет. Горячей воды в доме снова нет. Потолок покрыт грибком. Ведро и полиэтилен, говорит, теперь ее лучшие друзья. В управляющей компании коммунальники Екатерину Павловну все сотрудники уже знают в лицо. А толку никакого. Пройдя все возможные инстанции, женщина пришла на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Но если надо, готова дойти и до президента. Вот то, что я была у вас на приеме, я получу какую-то бумагу? Да, конечно. Вот если я поеду к Владимиру Владимировичу, я должна ему сказать, что я была у вас еще? Да. Он, кстати, мне звонил с утра, спрашивал, когда вы приедете. Кроме шуток, женщина признается, с каждым днем жить в собственной квартире все страшнее. Влаги подвержены не только стены, а с ними обои, побелка и краска. По той же стене проходит и электропроводка. Если замкнет, мало не покажется. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.